Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я приветствую с программой Мир Православия. И сегодня мы продолжаем наши беседы о вечерних молитвах. Мы рассмотрели уже четыре молитвы. Казалось бы, они такие небольшие, но все-таки рассмотрение, какое-то немножко объяснение некоторых слов, выражений, рассуждения над значением их требует времени. И вот пятая молитва, она не обозначена, кому она принадлежит, какому святому. Но тем не менее, скорее всего, что, конечно, святые угодники, молясь Господу перед своим сном, перед тем, как дать отдохновение своему телу, своим трудам каким-то во славу Божию, они просили вот этими словами у Господа его благословения. И вот эта пятая молитва, она очень короткая молитва. Многие выражения там понятные будут нам. Но тем не менее, есть то тоже, над чем можно порассуждать, подумать, что может быть поглубже, постараться принять в свое сердце и в свой ум. «Господи Божий наш, ежесогреших воднисьем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми». Начинается вот с обращения к Богу и с прошения о том, чтобы Господь, как благой и человеколюбец, ну что значит благой? Но это в высшей степени добрый. Да, вот благость Божия, можно сказать, что это доброта. Но доброта, вот в нашем понимании, конечно, она тоже очень важна. Но Бог, конечно, в превосходной степени добр, благ. И как вот Господь Иисус Христос, когда к Нему юноша обратился, Он говорит, никто не благ, как только Бог. То есть понятно, что наша доброта, она может быть с примесью, гордостью, тщеславием, с желанием как-то выставить себя, показать себя перед людьми. Божья доброта, Божья благость, она совершенно бескорыстна. Потому что у Бога нет никакой ни тени перемены, ни изменения. Он благ по своему существу. И поэтому, конечно, в высшей степени благ только Бог. А мы уже стараемся подражать вот этой благости Божьей. Ну, к чему же мы просим у Господа? Какого прощения? Делом, словом, помышлением. То есть вот вся совокупность человеческих грехов, она заключается вот в этих внутренних помыслах, в словах, которые вырываются из наших уст, из нашего сердца, исходят, как Господь говорит в Евангелии. Ну и, конечно, в делах, в поступках, которые мы согрешаем, которые мы нарушаем в заводе Божьей. И осознавая вот это наше недостоинство перед Богом, мы просим, чтобы его доброта, благость и человеколюбие простило нам эти грехи. «Мирен сон и безмятежен даруй ми». Вот действительно, что нужно человеку? Вот этот мирный и безмятежный сон. Потому что если человеку снятся кошмары, или если совесть его неспокойна, сон не принесет того нужного отдохновения нашему телу, которого так хочется порой вот в эти короткие ночные часы. И даже если человек там и 10 часов проспит, но это будет сон немирный, если этот сон будет постоянно прерываться какими-то рассуждениями, мыслями, воспоминаниями, вот этой уколами нашей совести, то понятно, что человек не получит должного отдыха своему телу. А как же достигается вот это мирное и безмятежное состояние души человека? Ну, конечно, в первую очередь, с примирением с Богом. Чтобы примириться с Богом, нужно и осознать свои грехи, и искренне в них раскаяться. Вот почему так важно, допустим, вечером проверить свою совесть за прошедший день. Вот где я был недостоин Божьей милости, где я нарушил заводи Божий. Когда человек искренне осознает, что он согрешил, просит прощения у Бога и имеет твердое намерение впредь постараться исправиться, он получает вот это мирное состояние души. А еще мирный дух и мирная душа зависят от примирения с нашими ближними. То есть, если с кем-то поссорился, нужно попросить прощения. Не зря вот псалмопеист Давид так и говорит, что солнце, да, не зайдет во гневе вашем. Потому что прежде, чем ты ляжешь спать, прежде, чем ты постараешься уснуть, ты примирись с ближним. И опять же, вот это дарует мирное состояние человеческой душе. «Ангела твоего хранителя, посли покрывающие и соблюдающие меня от всякого зла». Опять вот это прошение, послать нам ангела мирного хранителя нашей души, который будет соблюдать нас от всякого зла. Каждый человек имеет своего ангела-хранителя. Наши грехи и отступление от Бога удаляют от нас ангела-хранителя. Поэтому мы просим, вот сейчас, покаявшись, осознав свои грехи делом, словом, помышлением, чтобы Господь снова послал нам, вернул нам этого ангела-хранителя, который будет нас покрывать от всякого зла. «Яко ты, еси, хранитель душам и телесем нашим». Да, но ангел-хранитель только служитель Божий. На самом деле, хранителем нас, конечно, является сам Господь Бог. Вот ты, хранитель душам и телесем нашим. «И тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и пристань, ведь кипиков обмени». Словословие с Пресвятой Троицей. Вот короткая молитва. И еще одна молитва, шестая, она тоже небольшая. Очень похожа на эту молитву, но смысл ее, конечно, немножко другой. «Господи Божий наш, в него же вера ваху, и его же имя паще всякого имени призываем». Да, то есть обращение к Господу Богу, и действительно, мы обращаемся к Нему, потому что веруем в Него, в него же вера ваху. И его же имя паще всякого имени призываем. А какое имя еще мы призываем больше всего? Даже порой, конечно, и греховно, но имя Божие мы, к сожалению, призываем. Что вот даже запрещается заповедью Божией. «Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно». То есть в каких-то пустых выражениях, не относящихся к молитве, не относящихся к духовному размышлению. Конечно, этого не должно быть. От этого должны мы, как от скверной привычки, избавляться. А если мы произносим это с молитвой, если мы перед всяким делом нашим, если мы, когда согрешили, сразу же приходим в себя и начинаем каяться, и произносим имя Божие, то, конечно, такое призывание имени Божия будет только нам на пользу. Потому что мы должны прославлять имя Божие. Как вот в молитве очень я скажу, да, «Досветится имя Твое». То есть человек, христианин, верующий в Бога, должен в своей жизни прославлять имя Божие. Чтобы через нашу жизнь прославлялось имя Бога и Отца, и Сына, и Святого Духа. Это очень важно. Вот тогда вот это призывание имени Божия будет на спасение нашей души. И далее мы просим, «Дашь нам ко сну отходящим ослабу души и телу». Мы просим, что Господь дал нам сейчас отходящим ко сну ослабу. То есть некое вдохновение и душе нашей, и телу. Все нуждается в отдыхе. И душа наша тоже нуждается в отдыхе. Некоторые святые отцы, конечно, стяжали непрестанную молитву. Но эта молитва уже не была таким трудом, с потом и с кровью, как порой нам приходится бороться за чистоту, за нерассеянность нашей молитвы, за внимание в молитве. Это большой труд их всей жизни. И эта молитва уже не приносила им некого такого напряжения, их духовной силы. Она самодвижно в их сердце постоянно, даже во сне происходила. Это удивительное, конечно, состояние. Но наша душа и наше тело по-человечески, конечно, нуждаются в ослаблении вот этих трудов, этих размышлений, которые в нашей жизни очень важны. И трудов телесных, физических трудов, от которого, конечно, наше тело тоже устает. Вот мы просим, что Господь дал нам вот эту ослабу. Он дал нам этот отдых и души нашему и телу. Вот преподобного Яна Лестничника в Синоксарии говорится о том, что он все делал в меру. Постился именно в меру, вкушая пищу для того, чтобы не возникало гордых помыслов. Он спал тоже в меру, чтобы не повредился его ум. Если человек не будет вообще спать, отдыхать, то, конечно, это приведет к каким-то тяжелым психическим расстройствам. И даже если это связано порой с обычной человеческой жизнью, у человека, которому нарушается сон, нарушается вся его жизнь. И нужна уже врачебная какая-то помощь, чтобы восстановить сон человеку. Вот и поэтому, конечно, сон, как какой-то элемент нашей жизни, он очень важен для того, чтобы отдохнуло все наше человеческое естество. И соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме. Чтобы Господь соблюл нас от всякого мечтания. Вот очень часто нам снятся плохие сны какие-то. Мы не отдыхаем, потому что вот те дневные мечтания, те дневные какие-то помыслы, размышления, заботы нашей души, они переходят из подсознания, наверное, и в ночные сны наши. Вот чтобы сон был мирный и безмятежный, конечно, мы просим Божьей благодати. Чтобы Господь отогнал все это, чтобы успокоилась наша душа. Но особенно важно вот от этих темных страстей, которые в нашей душе порой очень сильно живут. И мы их копим каждый день. Страсти темные, конечно, касаются прежде всего вот этих плотских страстей. Все какие-то сладострастные наши помыслы, взгляды, нечистые. То, что мы накаплим в течение всего этого дня, оно является вот тем тем темным пятном нашей душе, нашего сердца, который не дает нам спокойного сна. И от него нужно избавляться. А каким образом? Вот мы просим, чтобы Господь уставил стремление страстей. То есть остановил вот это постоянное движение наших страстей. Но для того, чтобы Господь остановил, конечно, нужно, чтобы и мы сами задумались о том, что они нам не нужны, что мы должны, в принципе-то, с ними бороться. Не собирать их как некое сокровище, а наоборот, как можно скорее избавляться из своей души от всех этих страстей. Потому что ведь страсть-то, она живет в сердце человека. Ее порой даже не видно. Любой человек, ну, более-менее здравомыслящий и немножко боящийся Бога, конечно, он не будет показывать все свои страсти окружающим людям. Чаще всего это живет в сердце человека. Но ведь очень важно оттуда изгнать эту страсть. И чтобы там была божественная благодать, чтобы там был мир, божественная любовь. Но для этого нужно желание самого человека. Он сам должен понять, что я не хочу жить с этими страстями. Я хочу изгнать их. И просит Господа вот именно изгнать эти страсти. Угости разжение, восстание телесного. Вот это и касается как раз вот этих всех нецеломудренных движений человеческой души. Ведь любой грех, он начинается в уме и в сердце человека. Как Господь и говорил, что из сердца человеческого исходят и злые страсти, и любодеяния, и прелюбодеяния, и обман, и многое-многое другое. Вот любой грех исходит из сердца человека. И очень важно, чтобы это не перешло уже на это постоянное рожжение нашего телесного состава. Изгнать на самом первом моменте, вот самом какой-то маленькой такой, даже по мысли, который возник, чувстве, которое возникло, сразу же отогнать это от себя. Потому что, ну, рожжение страстей телесных уже сложнее, сложнее с ними бороться. Опять же, вспоминается пример преподобной Марии Египетской, которая вела очень нецеломудренную жизнь. Да, вот она просто наслаждалась этими страстями. И потом долгих 47 лет ей понадобилось в пустыне прожить, для того, чтобы с Божьей помощью победить вот это рожжение этих страстей, которые воевали в ее душе. А сколько раз она хотела вернуться к прежней жизни? Потому что, ну, как жить в пустыне, когда даже хлеба, вот обычного человеческого хлеба нет? Есть какие-то там травы, какие-то корешки, которые можно есть. Иногда там найдет немножко водички. Вот и все. Что в пустыне можно найти съедобного? Да ничего. Но вернуться к этой прежней блудной жизни она не хотела и не могла. И вот Господь, видя ее такое напряженное состояние, ее души, и нежелание вернуться к прежнему греху, Он помог победить ей вот это рожжение страстей, которые воевало в ее сердце, в душе и в ее теле. «Дажды нам целомудреннее пожить и делай и славесы». Но разве Господь не дает нам жить вот именно целомудренной жизнью? Конечно, дает. Но и мы должны иметь вот это желание жить целомудренно. И это касается не только того, чтобы не допускать каких-то нечистых мыслей, нечистых слов, нечистых движений нашего тела, тем более греховных каких-то падений вот этих всех блудных. Целомудренность — это вообще целостность человеческой личности. И вот такая мудрость в том, чтобы во всем стремиться к чистоте, к святости, к добру, к любви, к настоящей любви. Потому что ведь страстная любовь — это не настоящая любовь. Это любовь, которая влечет человека не к источнику этой любви к Богу. Бог есть любовь, а в совершенно противоположную сторону. И вот это не целомудрие человеческой души и слов человеческих, и поступков его как раз и говорит не о настоящей этой любви, а именно о страсти, которая возникает в сердце человека. Потому что это есть нарушение тех законов, тех заповедей, которые нам Господь дал. Это разрушает вот эту целостность личности человека. Когда душа и сердце приходят в противостояние, в какую-то войну с человеческим телом. А порой подчиняется вот этим влечениям только человеческого тела. А ведь на самом деле наоборот нужно, чтобы тело подчинялось душе, а не душа, следовав за своим телом какие-то греховные страсти. И когда человек выберет вот этот путь, путь такой цельного доверия Богу, мудрости, упования на Него, тогда возникает вообще и целомудрие человека, настоящее желание его во всем следовать за Господом. Настоящая любовь к человеческой сердце и душе. Да добродетельное жительство восприемлющее. Чтобы восприняв жизнь по добродетелям, по заповедям Божьим, обетованных не отпадем благих Твоих. Мы не отпали от всего того, что Господь обещал нам. А что Господь нам обещал? Он обещал нам Царство Небесное. Он говорил, что вот те, кто возлюбит меня, они исполнят мои заповеди. А те, кто исполнит заповеди Божии, они будут находиться в Царстве Небесном, вместе с Богом, вместе с Божьей Матерью, вместе со святыми угодниками Божьими, с ангелами Божьими. То есть то, что Господь обещал, Он обязательно исполнит. Но для этого нужно человеку самому выбрать вот эту добродетельную жизнь. Стремиться к целомудрии, стремиться к святости, стремиться к доброте, к исполнению заповедей Божьих. И если Он это делает, то тогда Он, конечно, не лишится всего того доброго, что Господь нам обещал. Бог верен во всех словах Своих. Вот чем отличаемся мы, люди, от Бога, то, что мы постоянно неверны. И малодушие, и сомнения какие-то возникают, и отступление, и падение. Все в нашей жизни есть. А Бог верен во всех словах Своих. То есть, если человек доверится Ему полностью, всецело, несомненно, что он не лишится ничего из того доброго, что Господь обещает всякому, кто поверит Ему, кто отдаст себя свою волю, подчинит воле Божией. Яко благословен Иси, вовеки, аминь. То есть прославление опять Бога. Любая молитва заканчивается словословием Богу. Мы, конечно же, любую молитву должны произносить вот именно как свою молитву. И на самом деле, если сначала для человека очень сложно порой, даже сами слова, может быть, непонятны, но когда он начинает молиться, когда он начинает произносить эти слова, когда он начинает осознавать свою жизнь с тем, что происходит у него постоянно, и со Священным Писанием, с тем, что Господь нам обещал. Ведь, вот как преподобный Серафим Саровский говорил, ум человека должен как бы плавать в словах Священного Писания. И если он будет плавать, если он будет осознавать, его совесть будет очень чутка. И эта совесть позволит человеку вот эти слова, сказанные святыми, которые выбраны нам как образец молитвы, даже своими словами назвать. Вот. Ну, конечно, это, может быть, не сразу происходит. Но к этому мы должны стремиться. И должны не спешить в молитве, а именно вдумчиво, очень серьезно относиться к каждому слову, которое мы произносим. Ведь от того, насколько это будет соответствовать нашему сердцу, нашему расположению нашей души, зависит вообще и вот снисхождение к нам благодати Божией. Да, потому что одно дело протараторить вот это правило, а другое все-таки осознанно прочитать его, соотнося вот эти слова и со своим состоянием души. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится И чистотою возвышается Светлеться Тройческим единством Священно тайне Священно тайне Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...